МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вам известно обстоятельства, которые могут помешать бракосочетанию? Да, известно. Нет, это ложь. Нет никаких обстоятельств. Я по доброй воле венчаюсь. Батюшка, продолжайте. Госпожа Миронова, я задерживаю вас властью судебного следователя. За что? На каком основании? По обвинению в лжепредсказаниях и демонстрации ложных чудес. Это же просто подло. Это же просто низость. Штольман, что вы себе позволяете? А уж, Яков Платоныч, это вот, знаете, просто уже ни в какие ворота. Господа, с довольствием вы остались и посмотрел до конца ваш спектакль, но не обладаю свободным временем. Прощайте, Анна Викторовна. Не бросайте меня. Простите, ничем помочь вам уже не могу. Вы арестованы. Прошу следовать за мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Антон Андреевич, просыпайтесь. Антон Андреевич. – Велагия Ивановна. – Вы как будто удивлены. – Я, признаться, будто крепко спал. – Но это не удивительно. – Вместе. Вместе до гробовой доски. – Как скажете, Антон Андреевич. Ваш завтрак. Чудно. До сих пор не могу поверить. Ну что ж такое? – Кто там? – Это я. – Кто я? – Городовой Чернышов, ваш флэр. Чего тебе? Госпожа Миронова хотела обвенчаться. Из города уехать. С этим доктором новым. Как бишь его… – Скрябин? – Так точно. Только господин Штольман дело пресек и девицу Миронова заарестовал. Ясно. Что-нибудь еще? Через полчаса буду в отделении. – Есть, ваш пророче. – Слышали новости? Да. Когда уже Штольман перестанет вмешиваться в личную жизнь Анны и оставит ее в покое? Да. Обвинение нелепое. Просто никакие ворота не лезет. Но я уверен, что Яков Платонович скажет, что это сделано ради Анны Викторовны, так сказать, чтобы защитить ее от Крутина. Мне кажется, что безопасней для Анны было бы выйти замуж и уехать из этого города. Анна Викторовна и Иван Евгеньевич. Да. Кто бы мог подумать? Скажите, Антон Андреевич, а вы испытываете какие-то чувства к Анне? Зачем вы это говорите? Ну, вы что, не верите мне? Может быть, вы не верите в мою любовь? Я мечтаю только о том, чтобы каждую минуту своей жизни посвятить вам и вашему счастью, Белагею. Вы сказали городовому, что придете через полчаса. Хотите завтракать? Ангел мой. Вот за электростанцию ты все-таки переплатила. Ты куда собралась? На прогулку или по магазинам. Еще не решила. Тебя запрещено выходить из дому. Я не собираюсь следовать этому глупому запрету. Анна, пойми, ты находишься под арестом. Пусть домашним, но арестом. А это значит, что ты не имеешь права покидать этот дом, вести переписку. Я за тебя поручился. Ты же не хочешь оказаться в тюрьме? Да просто глупость. Меня никто не посадит в тюрьму. Поверь мне, все так и будет. Обвинение, выдвинутые против тебя, весьма серьезно. Да просто глупость! Вы что думаете, что я не понимаю, почему вы такие законопослушные оба? Да вы просто счастливы безмерно! Потому что Штольман не дал мне уехать! Я все равно от вас сбегу! Я все равно найду способ и убегу из этой тюрьмы! Не думал, что когда-нибудь это скажу, но я благодарен, что ли? Я ему тоже благодарна. Хотя, видит Бог, он этого не заслуживает. Миронова никому худого не сделала! Отпустите ее! А ну, разотись! Господин Штольман, вам не стыдно? Правильно! Разрешите мне пройти? Нет, милостивый государь! Я здесь представитель общественности, так что извольте отвечать! На каком основании открыто дело против Ивана Никасовна? Кто подал на нее жалобу? Господин Рябушинский, вы получите все разъяснения, когда придет время. Милостивый государь, на дворе девятнадцатый век! Сатрап! Инквизитор! Николай Васильевич, дай добрый! Яко Платоныч, я всегда считал вас человеком сложным, неоднозначным, но порядочным. Я не хотел бы лезть к вам в душу, но ведь Анна Викторовна, кажется, была дорога вам. Можете быть уверены, она и теперь мне дорога. Ну, тогда какая муха вас укусила? К чему этот глупый, бессмысленный арест? Ну, я, конечно, не начальство вам и не могу требовать объяснений. А я лицо официальное и имею право знать. Хорошо, я вам все объясню. Хорошо. Сударыня, подбородок немножко вправо поверните. Вот, стоп! Стойте! Я вас умоляю, улыбайтесь. У вас обворожительнейшая улыбка. Хорошо. Сударь, взгляните на свою жену с обожанием. Только не опускайте веки. Вот так. И последний штрих. Рука в руке. Хорошо. Скоро уже у меня ноги затекли. Жан, потерпи. Я хочу иметь свадебное фото. Да, и вы абсолютно правы. Ведь жизнь коротка, а искусство вечно. Итак, не двигайтесь. Улыбайтесь. Снимаю. Вот и все. Ох, я думаю, получится великолепный снимок. Знаете, ваши работы гораздо лучше, чем у господина Беляева. Господин Беляев прекрасный фотограф, я уверен. Вот только его оборудование решительно устарело. Скажите, а правда, что вы учились искусству фотографии в Париже? Это полнейшая чушь. Я учился в Лондоне. А вы видели саму королеву? Так же, как и вас, сударыня. Мой наставник, мистер Роберсон, делал парадный портрет Ее Величества. Самой королевы. Невероятно. Да, да. Ну что же, господа, снимки будут готовы через несколько дней. Я вас благодарю. Спасибо. Вы хотите сказать, что этот дьявол в оплате охотится за… Да, пока он на свободе, ей угрожает опасность. А вы часом ничего не придумываете. Я знаю одно, вы помешали девушке выйти замуж за достойного человека. Уж не подозреваете ли вы его? Нет. Я навел о нем справки. Я не мог позволить Анне Викторовне уехать с ним и подвергнуть свою жизнь опасности. Сдается мне, вы выкаете, Яков Платоныч. Я только что нарушил приказ, рассказав вам о Крутине. Антон Андреевич все знает. Ему-то вы доверяете. Ах так. Антон Андреевич все знает. Нет. Крутин едва не убил его. Я не мог не рассказать ему правду. О, а вот и Ваня. Простите, дорогие мои. Опоздал. Срочный заказ Машенька. Евгений. Рад, рад. Вы знаете, у меня такое ощущение, как будто в этом городишке никто никогда не фотографировался. Давайте выпьем. А где же Леночка? Ах, Леночка. Леночке не здоровится, у нее мигрень. Но велела передать свои извинения, сообщить, что очень скучает и в ближайшее время обещает увидеться. Очень жаль. Мы очень соскучились. Да. Ванечка, расскажите, как вы здесь? Как вам этот городишко? Город как город, ничего особенного. Но мы здесь совершенно обустроились. И знаете, что я вам скажу? Как все-таки приятно жить под собственным кровом. Смотри, не слишком привязывайся к этому дому, Иван. Ведь вы в нем ненадолго. Да, да. Не собирайте себе сокровищ на земле. Помню. Давайте же выпьем. Жень, а давай. Знаешь, я так по тебе соскучился и по тебе, Машенька. Ну, рассказывайте, что там в Москве. О, Москва. Господин Тимофеев, позвольте. Простите. Что-то случилось? Да. Произошло несчастье. У вашего дома случился пожар. О, Господи. Простите, я... Я должен вас покинуть. Простите. Куда он? Господа, пожалуйста, пропустите меня. Это моя лаборатория. Вы не понимаете? Это моя лаборатория. Я должен сюда пойти. Там снимки. Вы понимаете, что там очень ценно ищет. Госпожа Миронова, я задерживаю вас властью судебного следователя. По обвинению в лжепредсказаниях и демонстрации ложных чудес. Повторяю. 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 Скажите, это моя жена? Ее дома нет. Не стоит делать поспешных выводов. Тело, ну, вы сами видите, сильно обгорело. Сейчас опознание сделать невозможно. Давайте дождемся медицинского заключения. Возможно, это кто-то из прислуги. Нет, не может быть. Вы не держали прислугу. Это пережитки прошлого. Леночка в доме была одна. А вы где были? Я был в ресторане, я встречался с нашими московскими друзьями. Лена тоже должна была пойти, но у нее разболелось голову. Да. Что же она могла делать в сарае? Там наша лаборатория. Лена часто помогала мне проявлять снимки, дай печатать. Пожарные установили, что возгорание произошло именно внутри сарая. Это пламя распространилось мгновенно, там хранились какие-то химические реактивы. Да. Если огонь перебросился на них, они могли взорваться. Да, похоже, это и произошло. Вот, Ваше благородие, замок от сарая. Дверь выгорело, а она железная. Дверь была не заперта. Почему же она не выскочила? Улица задохнулась в дуну. Не успела. Ваше благородие. Сюда. Что еще? Кошмар какой-то. Господи, почему мне? Одному вообще приходится не решать сил моих больше нет. Господи, ну, это нельзя, честное слово. Ты меня напугала. Фу. Мне нужна твоя помощь, дядя. Ай, так. Можешь передать это письмо Андрею Петровичу? По кому? Клюеву. Да, да. Я знаю, что мне ни с кем нельзя вступать в переписку. Именно поэтому я и прошу тебя о помощи. Хочешь делать меня соучастник? Ну, дядя, ну, перестай хотя бы ты валять дурака, пожалуйста. Дядя мое, ну, не знаю, ты нас страшно напугал вот этим вот своим поступком. Должна же ты это понимать, в конце концов? Чуть не связала свою судьбу, бог знает кем, не уехала, чуть в Туркестан. Ну, 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 я уж не знаю, можно ли какие-либо твои просьбы исполнять. А тут уж, это, ну, правда. Открой и прочти, я даже скрывать ничего не буду. Пожалуйста, вдобавок еще и с ума сошла. Я не читаю чужих писем. Мне вон, своей корреспонденцией достаточно Закатайкин строчит и строчит. Дядя. Налог такой, налог все твои мне. Пожалуйста, дядюшка, я тебя умоляю, просто передай это письмо Андрею Петровичу. Пожалуйста. Анет. Ан… Анна. О, господи. О, господи. Господи. Похоже, ваша супруга была не одна. Анна. Я не понимаю. Я не понимаю, как это могло случиться. Возможно, кто-то пришел к ней в ваше отсутствие. Нет. У нее не было знакомых. Мы в Затанске всего лишь месяц. Антон Андреевич. Антон Андреевич. Есть что сказать, родина? Ага. Был ее кто-то. Мужчина. Мужчина? Как выглядел? Ой, темно было. Лица не разглядел. Но полюбовник я не точно говорю вам. Да с чего ты взяла? Ну, а кто ж еще? Не первый раз я здесь его примечаю. Бывало-то муж из дому, а жена вечерком в сарайку шнык и полюбовник туда же. И не в первый раз, да? Угу. Ой, то-то она мне сразу не понравилась. Ей-то дядя и дом оставил, и деньги. А она даже на похороны его не приехала. Везите трупы в больницу. Благодарю, голубушка. Ступай домой. Доброе утро, Егор Кузьмич. Слышали о пожаре у Тимофеева? Конечно, слышал. Весь город говорит. Горе-то какое. Ну, и для нашего ателье это хорошо. Это в каком же смысле? Ну, как? Лаборатория сгорела. А значит, он больше не сможет работать. Это ты на что же намекаешь? Что мне это выгодно? Может, ты хочешь сказать, что это я пожар устроил? Нет, нет. Вы чего? Ничего такого. Или, может быть, это ты сам это все учинил? Сейчас же у молодых в большой моде взрывать все, что не нравится. Это не я. Смотри. Вы говорите, что оба тела выгорели до костей? Это что, сарай так полыхал? Этот Тимофеев устроил там себе лабораторию. И похоже, что какие-то реактивы взорвались, а пожарные пока приехали, пока тушить начали. Сколько раз докладывали губернатору, что необходимо усилить пожарную дружину. А вот этот индюк не почешется, пока его собственная усадьба не сгорит. Подождите. Вы полагаете, что это убийство? Я уверен, что к Тимофеевой приходил любовник. Муж, конечно, сделал удивленные глаза, когда увидел два трупа, но я уверен, что он знал. Даже соседка знала, что Тимофеева встречалась с каким-то мужчиной. И каким образом он мог это сделать? Бомба. С часовым механизмом. Или он как-то смешал реактивы, предварительно выверив, через какое время произойдет реакция и взрыв. Взрыв. Игорь Кузьмич! Ну, чего тебе еще? Ну, может, вам все-таки стоит использовать обстоятельства себе на пользу? Это как же? Ну, не знаю. Студию обновить или, может, оборудование новое купить? Вы ведь знаете, какая камера у Тимофеева? Фотография, дорогой ты мой, это искусство. Светопись. Я этим искусством владею. А Тимофеев нет. Да-да, войдите. Примите мои искренние соболезнования, Иван Андреевич. Такое большое несчастье. Но я уверен, что ваш талант преодолеет все. Егор Кузьмич, прошу вас, выручите меня. Как вы знаете, моя лаборатория сгорела, а мне срочно нужно проявить пластины и напечатать карточки. Я не хотел бы подводить клиентов, и я подоручу… Понимаю. Я понимаю. Не волнуйтесь, я все сделаю. Я благодарю вас. Вот, пожалуйста, возьмите… Ну, что вы, что вы, сударь. Уберите деньги. Я ничего с вас не возьму. Камфору. А вот этому подушку кислородную. Александр Францевич. Что вам угодно? Сегодня ночью к вам привезли два трупа. Хотел узнать готовое заключение. Разумеется, нет. Вы же видите, у меня обход. Ваш труп подождут. Я боюсь, дело не терпит отлагательств. Я, капитаныч, Скрябин уехал. Анна Викторовна, между прочим, по вашему указанию помечена под домашний арест. Я в больнице один. Понимаете? Я понимаю. А раз понимаете, от меня невозможного не требуете. Ну, а если я разрешу вернуться Анне Викторовне в больницу? А вот, когда разрешите, тогда и поговорим. Мы с Яночкой дружим еще с Бестужевских курсов. А с Иваном Андреевичем и ее мужем мы познакомились, когда они вернулись в Петербург. Из Лондона. Из Лондона. Иван занимался там фотографией, а Елена часто там бывала, поскольку ее родители были приверженцами доктрины. Какой, простите, доктрина? Доктрина – это свет истины. Это учение госпожи Блавацкой. Она организовала в Лондоне Теосовскую школу. Вы должны были об этом слышать. А родители Елены были ее последователями. Они не просто последователями, а ближайшими сподвижниками. Простите. А Блавацкая пестовала Леночку с самого детства. Полагала, что у нее сильная духовная… Способность. Духовная способность. Угу. Сколько же развелось разных мистических обществ, в голове не укладывается. А муж Елены Ильиничны, он разделял эту ее приверженность к вашей доктрине? Разумеется. Разумеется. Она не вышла бы за него. Ее супругом мог стать только единомышленник. Единомышленник. Понятно. Да, стало быть… Да. Стало быть, жили они душа в душу. Да? И что же Елена? Она тоже в полной мере разделяла страсть мужа к фотографии? К фотографии? Ну, ничего подобного. Ну, во всяком случае, Леночка мне об этом никогда не рассказывала. Угу. А о любовнике своем она никогда не упоминала? Что? К адюльтеру имела приверженность? Это… Это ложь и клевета. Люди… Кто вам такое сказал? Леночка была совершенно иной породы. Любовник. Какая божесть. Т-т-т... Т-ть-ть-ть. Т-ть-ть-ть. Т-ть-ть… Здравствуйте. Миронова. Здравствуйте. Это приемная. Вам нельзя туда. Останьтесь здесь. Городового к ней приставили. Ой, ужас какой. А, Анна Викторовна, как хорошо, что вы пришли. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Садитесь. Начинаете прием. А мне надо идти срочно делать вскрытие. Это убийство? Нет. При пожаре обнаружены два тропа, но один лишний, насколько я понял. Как так лишний? Дело в том, что я предполагал, что в доме находится один человек, а сгорело двое. А где произошел пожар? Да, ну, где же. Об этом Визитонс говорит. Прошлой ночью фотографом. Вы что, не слышали? Увы, доктор, последние несколько дней я не имела никакой возможности узнавать о городских новостях. Да, вы правы. Яков Платон еще отнялся к вам. Мягко говоря, возмутительным образом. Ну, хотя бы не сжег меня на площади до среднего века. Ну, видите, все, что не делает, все к лучшему. Это не только я. Ну, давай. Что? К сожалению. Так. Где ты был? Ну, давай. Дала тебе к обеду, уже все остыло. Прости, но пришлось задержаться. Ты постоянно где-то пропадаешь, тебя никогда не бывает дома. Бросил меня здесь одну, превратил в прислугу. Раньше я за это хотя бы жалоб не получала. Лизонька, не начинай. Не начинай. Ты бы просидел целый день в четырех стенах. Ты говорил, что мы будем выходить в свет, ходить на концерты, в театры. А сам что? Запер меня в клетке, Света Белого не вижу. Вот за что ты со мной так? Прости, прости. Прости меня, Лизонька, я виноват. Обещаю, мы с тобой обязательно куда-нибудь поедем. Скоро, скоро. Клянусь. От тебя пахнет духами. Я спустя с тобой, что ты такое выдумываешь? Ты думаешь, меня за дуру держать? Шашни за моей спиной крутить и меня бросить? Не выйдет. Яков Платоныч, если, как вы говорите, у госпожи Тимофеевой и был любовник, то последние минуты жизни она провела явно не с ним. Что вы имеете в виду, доктор? Дело в том, что оба эти тела женские. Ваше чувство, Юра, меня всегда умиляет. Вы уверены? Яков Платоныч, ну уж как-нибудь женский скелет, а мужского я еще отличу. И которая же из них Тимофеева? Это самый сложный вопрос. Дело в том, что два женских тела примерно одного возраста и роста. В обеих хорошие зубы, нет ни протезов, ни пломб. Не знаю, кто из них Тимофеева. Одно я могу сказать точно, что обе они были замужем. Я рада, что вам стало легче. Кашель уже так не мучает. Все благодаря вам, Анна Викторовна. Продолжайте принимать микстуру по рецепту. Благодарствую. Позовите следующего. Андрей Петрович. Анна Викторовна, я получил ваше письмо. Могу ли я верить своему счастью? Да. Я выйду за вас. Прошу принять от меня это кольцо. Какой красивый камень. Это Целонский рубин. Давно мечтал увидеть его на вашей руке. Вы позволите? Андрей Петрович. Я клянусь, я буду вам верной женой. Но прошу, не требуйте от меня большого чувства. И, пожалуйста, увезите меня из этого города поскорее. Я знаю, ваше согласие обусловлено обстоятельствами. Но я обещаю, вы не пожалеете о принятом решении. Ваше слово для меня законом. Мы немедленно обвенчаемся и уедем. Ваше слово. Скорее... Ваше слово. Кто-то из вас – жена несчастного фотографа? Ну, вот как. И что вам надо? Что все это значит? Я, признаться, удивлен, что ты согласился вот так вот вдруг отуживать по-холостяцки. Насколько я помню, Лиза, ты прекрасно готовит. Уже нет. Полагает, это ниже ее достоинства. Понимаю. Не хочу быть столбовой дворянкой. Не хочу быть. Владыщицей морской. Все они такие, Витя. Найми служанку. Витя, я совершил чудовищную ошибку. Непоправимую. Ты так говоришь потому, что она перестала тебе варить щи? Мы с ней совершенно разные люди. И что же ты бы хотел расстаться с ней? Ну, как? Петь, ну, как это возможно? Ну, она полюбила меня. Доверилась мне. Стала со мной открыто жить. Нет, Петр. Это теперь мой крест. И нести мне его до конца дней своих. Так, знаешь, Пиктор, я, пожалуй, могу избавить тебя от этого тяжкого времени. Просто доверься мне. Люберный. Ещё рисуй. Столько же. И как же это возможно, господин Тимофеев? Вы фотограф, но никогда не делали снимки вашей жены? Да, но Лена не любила фотографироваться. Она верила в то, что каждый снимок, он крадёт часть человеческой души. Однако это не мешало ей помогать вам в лаборатории. Нет, не мешало. Она была убеждена в том, что каждый человек волен делать то, что считает правильным. У вас так и не появилось предположение, кем могла быть вторая женщина? К вам какой-то господин прорывается. Говорит, подделал Тимофеевой. Прости. Здравия желаю, господа полицейские. Мне сказали, вы расследуете смерть госпожи Тимофеевой. У вас есть что сообщить по этому делу? Готов ответить на любые ваши вопросы. А вы подскажете, как мне поскорее вступить в права наследства. Признаться, я совсем не знаком с этой процедурой. Какое ещё наследство? Ну вот, прошу. Ну, в последней воле покойные. На завещание Елена Ильинична отписывает всё движимое и недвижимое имущество Ирисову Павлу Викторовичу. Да, это я. Да как вы смеете? Это подделка, господа. Ни в кою мразь. Документ составлен по всей форме и подписан лично Еленой Ильиничной. У меня есть её письма. Да и у вас, полагаю, должен быть образец её почерка. Ведь она не так давно вступила в право наследства после смерти своего дядюшки. Верно. А кем вам приходится госпожа Тимофеева? Мы с ней любили друг друга. Вы сказали, что у вас есть её письма. Может быть, она вам и фотографические карточки дарила? Прекратите! Ну, разве вы не видите, что это мошенник? Полиция во всём разберётся, Иван Андреевич. Не беспокойтесь. Так что? Ну, естественно, у меня есть фото Елены. Я всегда ношу его с собой. Ближе к сердцу. Она была совершенно свободна от предрассудков. Не смей! Не смей, не смей, не смей, не смей, не смей, не смей, не смей! Что происходит, господа? Держите себя в руках! Соблюдайте приличия! Это ваша жена? Да. Ну вот, я рад, что всё прояснилось. В сарае было два трупа. В сарае было два трупа. Вам не сказали. Господа! ГОВОРИТ ПО-АНГЕСКИ Стой! Стой! Стой, куда прёс! Стой! Что то это ты! Стало быть, вы не местный господин Ирисов. Где, изволите, проживать? В Москве. Именно там вы познакомились с госпожой Тимофеевой? Да. Полгода назад. Намещали ее в Затонске? Когда последний раз? Понимаю, вы хотите узнать, где я был в день ее смерти? В Москве? На своей квартире? С приятелями? Все они это подтвердят. Я могу дать их имена и адреса. Обязательно дадите. Но сначала расскажите о Елене Ильиничне. Какая она была? Она была весела и полна жизни. Любила хорошо поесть. И обожала танцы. Танцы? А как насчет философии? Духовных поисков? Насколько нам известно, она состояла в Теософском обществе. Она когда-нибудь упоминала фамилию Блаватская? Первое, я слышу, это какая-то ее родственница? Эль, ты предала меня. Предала. Он мне несложество. Он мне несложество. Нос? Как? Это же больной? Бредит. Ну, это понятно. Это следствие сотрясения. Я уверен, что в целом прогноз благоприятный. Да, доктор. Он удивительно легко одевался. Будем наблюдать. Наблюдать. Вы наблюдаете за мной. Так это ваш муж? Мой. Нет, мой. Опять ты. Нет. Нет, пожалуйста, Лина. Нет, уйдите, пожалуйста, уйдите. Анна Викторовна, вас там зовут. Вам нехорошо? Принести воды? Проверяйте его состояние. Если через час не станет лучше, сделайте ему еще один укол камфоры. Ладно? Спасибо. Добрый день. Вы к доктору? Проходите. Проходите, проходите. Ради бога, не мешайте мне работать. Как вы себя чувствуете? Добрый день. На что жалуетесь? Госпожа Миронова, я даже не знаю, как начать. Хотите, я позову доктора Милца? Нет, нет, нет. Мне нужны именно вы. Прошу вас, взгляните, пожалуйста, вот на это. Что это? Это фотографические карточки. Я проявил пластины господина Тимофеева. Его лаборатория, как вы должны быть знаете, сгорела. Я никогда не верил в мистику и всякую чертовщину. Но теперь вы тоже это видите? Значит, я не сошел с ума? Я никогда не верил в мистику. Редактор субтитров А.Семкин